Не просто утримать позиции на замежных рынках, а лей поширить там свою присутность. Гэта задача для предприемства Украины одна из приоритетных. Сирот ты, кто справился с ее и у не простым 2011-м Добруске фарфоровый завод. Объем экспорта продукции предприемства склау свыше 9 миллионов долларов, ци 105% до узровню минулого года. Сегодня каждый другий Добруске фарфоровый выработка реализуется за межи Беларуси. Такая ситуация позволяет заводу иметь валютные сродки и вольно их выкористовывать. Как приклад выращать пытания модернизации в творчестве. Тут так само означает, что новые правила работы в Мытном Союзе позволили спростить экспортные относины с Казахстаном, рынок якого вельми перспективный для нас. В связи с добрыми умовами нарушивания экспорта Добруске фарфоровый завод заплановал на 2012 год реализовать одразу некольки инвестиционных проектов за властные сродки. Столичные инвесторы купляют акции гомельских предприемств. Покупником 48% акций гомельского мотора ремонтного завода стало минское приватное гандлевое унитарное предприемство «Хорс Моторс». Кошт акции склау омаль 8 миллиардов рублей. У ответственности с умовами конкурсу покупник обовязанный на протягу 2012-2013 годов укласти инвестиции у померы 5 миллиардов белорусских рублев у техничное пероузброение и реконструкцию наявных вытворчих могутностей, захавать на протягу трех годов колькость працовных мест и профиль деяности. У планах инвестора – организовать экспортно-ориентованную вытворчость скутеров с поставками половины продукции на российский рынок. Мазырский нафтоперпроцовщий завод с этого года почне выпуск палева выключена по евростандартах, а с 2013 года будет спынен выпуск бензинов «Нормаль-80» АИ-92. Замест их будет вырабляться бензин по европейской спецификации класса АИ-95. Темчасом мазырские вытворцы приступили до выпуску дыспалева «Еура-5». У середины Снежни были отриманы первые литры продукции с новой технологичной линией. Ее могутности по перепроцовке сыровины складают 3 миллионы тонн что год. Вытворчий процесс грунтуется на сучасной технологии перепроцовки нафтовой сыровины. На выходе дызельное палево будет иметь значительно меньше утромания серы. А кроме того, новые могутности дозволят повеличить продукционность заводу по первой перепроцовке нафты до 12 миллионов тонн в год. Вогу лишь будовництво новой вытворчей линии перепроцовки дызельного палева з'является часткой программы развития мазырского нафтоперепроцовщика на 2010-2015 годы. Она предуглеживает запуск еще некоторых важных технологичных объектов. В стадии строительства находятся два крупных объекта. Это вакуумная переработка мазута. По нормативу этот объект должен быть завершен в первом квартале 2013 года. Но мы для себя ставим задачу постараться до конца 2012 года закончить строительство. Это в интересах завода, хотя норматива немножко больше. И жиженые газы фракции С5-С6 мы будем на установке изомеризации перерабатывать и получать высококачественное качество.